Всем добрый день! Мы приветствуем вас в эфире Эрмитаж Онлайн. И продолжаем вам рассказывать о самых разных коллекциях, представленных в Государственном Эрмитаже. Мы находимся в Зимнем Дворце. И полюбившийся и вам, и нам экскурсовод Анна Борисовна Кропина познакомит сегодня нас с еще одним видом декоративно-прикладного искусства, со шпалерами, которые представлены в темном коридоре Зимнего Дворца. Анна Борисовна. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые гости Государственного Эрмитажа. Мы с вами находимся в темном коридоре Зимнего Дворца, где расположена экспозиция западноевропейских безворсовых ковров и собрания нашего музея. В Эрмитаже хранится очень большая коллекция западноевропейских шпалер и гобеленов, которые насчитывают более трех сотен изделий. Что такое шпалера? По отношению к каким коврам используется термин гобелен? Шпалерами называются настенные безворсовые ковры, в которых изображение является неотъемлемой частью самой ткани. То есть по мере создания ковра создается и изображение. А гобеленами называются только те шпалеры, которые были вытканы во Франции, в Париже, на одном производстве, на мануфактуре гобеленов. Наш эфир посвящен с вами сегодня двум шедеврам, двум шпалерам из разных серий, но у каждой шпалеры своя судьба. Знакомство с этими коврами мы с вами начнем с разговора о шпалере из серии «Легенда о Саблонской Мадонне». Эта серия состоит из четырех ковров. Ныне они разрознены по разным музеям мира, и только один ковер находится в собрании государственного эрмитажа. И в отличие от других серий, которые ткачи повторяли для разных заказчиков, эта серия была создана в одном единственном экземпляре. Она интересна. Она интересна во многих отношениях. В том числе она интересна и выборам сюжета. Вот в то время, а мы говорим с вами уже о начале 16-го столетия, чаще создавали серии на сюжеты событий земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии, на сюжеты античной мифологии и литературных произведений. А вот сюжетом для данной серии послужила местная легенда, посвященная появлению в брюссельском храме Нотардам-дю-Саблон особо почитаемого образа – богоматери с цветочной ветвью. Что это за церковь Нотардам-дю-Саблон? Сегодня один из самых красивых готических храмов Брюсселя. Эта церковь находится в районе Саблон, ныне это фешенебельный район города. А вот когда-то он находился за городскими стенами, и до XII века городским стенам вела песчаная дорога. Собственно, французское слово «саблон» переводится как «песок». И вот в начале XIV века, в 1304 году, госпиталь святого Иоанна продает часть своих земель гильдии арбалетчиков. И члены стрелковой гильдии, они на свои собственные деньги строят часовню, посвященную богоматери. А в 1348 году произошли те события, которые сделали эту часовню, очень маленькую часовню, местом активного паломничества. Эти сюжеты легли в основу легенды, которая стала сюжетом для нашей серии, для серии «Легенда о Саблонской Мадонне». Когда эта легенда встречается первый раз? Первый раз мы ее можем прочесть у монаха из аббатства Рушклуатра. Он недалеко от Брюсселя находится, этот комплекс, и звали его Иоган Гиллиманс. Он умер в 1478, то есть можно составить представление, речь идет о XV столетии. И вот он пишет, что в 1348 году в одной из антверпенских церквей стояла статуя богоматери, столь запущенная, столь неухоженная, что ее никто не почитал. И ухаживала за алтарем, где стояла эта статуя, благочестивая женщина, Беатриса Соткинс, предильщица. Ей ночью было видение. Богоматерь явилась, Беатрис, и попросила взять статую из антверпенской церкви, отнести по золотчику, перезолотить и вернуть на место, что Беатрис и сделала. И теперь мы с вами на экране увидим первый ковер данной серии. Я попрошу на экран вывести слайд номер один. Вы видите центральную часть данного ковра. Мы потом поговорим, почему все-таки мы не весь ковер видим целиком, а только его центральную часть. И вы наблюдаете перед собой интерьер антверпенской церкви, где в глубине стоит престол, на престоле стоят свечи, и вы видите алтарь, в нижней части которого изображение Благовещения, а над ним изображение Богоматери с младенцем. Слева вы видите ту самую нишу, где стоит чудотворный образ Марии с младенцем Христом на руках. Вот эту статую и берет Беатриса. Вы видите, как она берет ее. И затем она ее унесла по золотчику. Вы второй раз видите Беатрис. Она стоит перед магистратами города Антверпена, которые позволили ей выполнить просьбу Богоматери. Но история продолжается на втором ковре. А вот этот ковер находится как раз у нас в собрании государственного эрмитежа. Вы видите перед собой ковер. Мы сейчас увидим его сначала целиком. И вы видите, что этот ковер колонками разделен на три части. Собственно, также был разделен первоначально и первый ковер. И вы видите, как еще два раза являлась богоматерь Беатрис и просила на этот раз взять свой образ из Антверпенской церкви и перенести уже в другой храм, в Ноттердам, в Дюсаблон. Сначала для того, чтобы увидеть подробно буквально то, что мы видим перед своими глазами, нам надо до деталей рассмотреть элементы декоративного решения данного ковра. Во-первых, обращает на себя внимание то, что на всех коврах, на нижнем и на верхнем бордюрах находятся так называемые бандероли, ленты, свитки со скрученными краями, на которых на латыни изложена легенда. В начале этих текстов стоит буква алфавита. И последовательность этих букв в алфавите диктует последовательность прочтения этих текстов на бандеролях. У нас это буквы F, G, H, I, K. Пропущено J. Ну что ж, почитаем. «Снова спала она под молчащую ночью. Мария показалась ей, спустившись из небес, и сказала, перенеси из храма наше изображение, чтобы им в качестве покровительницы воспользовался Саблонский храм». Слева на нашем ковре мы с вами видим видение Беатрис, явление Богоматери. Увенчанная короной, царица небесная, явилась Беатрис, держа младенца Христа на руках. Ее волосы длинные, вьющиеся. Они падают на плечи, падают на спину и покрывают роскошное ее одеяние. А оно небесного цвета. Синее платье и синий плащ, скрепленный на плечах двумя графами, и по краю плаща бежит затейливый узор. Она изображена в окружении ангелов, двое из которых держат пьедестал, на котором она стоит. Невозможно не обратить внимания на красоту оперений, крыльев, на роскошное их одеяние, где столько внимания уделяется прихотли вот этой причудливой, фантастической игре складок. А Беатрис изображена лежащей в кровати, ведь речь идет о ночном видении. Она всплеснула руками при виде Богородицы, и опять же весь передний план занимает эта потрясающая по красоте игра складок. Для того, чтобы передать иллюзию объемных, скульптурно трактованных складок, ткач прибегает к довольно распространенному приему. Два соседних цвета, они соединяются взаимопроникающими зубцами. Так возникает иллюзия промежуточного тона, такого плавного перехода одного цвета в другой, иллюзия блика, который находится как бы на гребне складки, и теней, которые западают в их изломах. Ее кровать стоит на подиуме. Этот подиум выставлен на полу, и пол выложен керамическими плитками, и в эти ромбы вписаны овалы, а в них орнаментальные мотивы. И самый наблюдательный замечает, что среди орнаментов есть стилизованное изображение герба Священной Римской империи, двуглавого орла, что, конечно, не случайно. Однако история продолжается, и мы с вами обратим внимание сейчас на центральную часть нашего эрмитажного ковра, потому что Беатрис идет в Антарпинский храм и просит, однако ей отказывают. Та направляет шаги к священным порогам, но суровая отповедь отказывает ей в желанной богине. Итак, снова интерьер Антарпинской церкви. И опять в глубине престол, и вновь на престоле стоят свечи, и они загораживают алтарь. А вот теперь в нижней части мы не видим Благовещения, а видим изображение трех святых. При этом крайние образы, они скрыты свечами, и мы с вами видим только центральный образ, женский над которым, как раз изображена Богоматерь с младенцем. Однако чудотворный образ находится слева в нише. Это Богоматерь с цветочной ветвью в правой руке и младенцем Христом, который стоит у нее на левом колене. Эта статуя стоит в нише, а ниша убрана тканью, заткана гранатовым узором. И такие ткани были очень распространены и в Средние века, и чуть позже, в эпоху Возрождения, не случайно. Дело в том, что гранат – это очень многозначный символ. С одной стороны, эти зерна напоминают о каплях пролитой крови, о страстях Господних, о смерти Христа на кресте. А с другой стороны, будучи символом плодородия, он символизирует воскресение Христа. То есть в одном образе объединены две идеи – о воплощении и о воскресении. Два догмата, в которые верит любой христианин. Сама ниша закрыта тканью, вы видите, она висит на кольцах, а кольца нанизаны на штангу, а перед образом находится престол. Огромная свеча горящая, стоит в подсвечнике, и Беатрис. Она преклонила колени и просит Ризничу дать ей возможность выполнить просьбу Богоматери, но Ризничий в присутствии четырех горожан отказывает. Ей в этом. Очень подробно изображена одежда горожан. На головах их береты с разрезами, они одеты в тонкие льняные рубашки, которые имеют вышивку в области горловины, поверх рубах надеты из дорогих тканей подпоясанные так называемые фольтроки, поверх фольтроков шаубе, верхняя одежда, которая иногда была торочена мехом. Подобный вариант мы с вами видим на одном из персонажей. Однако история имеет дальше продолжение. Снова спускается ночь, и ей дремлюще кажется, что видение с ликом возвращающейся сюда же богини говорит такие слова «Отбрось страх, так как я по нашему праву желаю эту статую, я сама вступлюсь, являя свою силу». И третий раз явилась богоматерь Беатрис. Вы видите ее сидящей, опять же в окружении ангелов. И Беатрис вновь в кровати, вновь мы имеем дело с ночным видением женщины, и обращает на себя внимание интерьер ее дома. Мы видим изголовье кровати, мы видим небольшой стул, и один образец мебели, и другой украшен резьбой. И в качестве орнаментального мотива здесь вы видите так называемые льняные складки. Достаточно пройти по Романовской галерее Малого Эрмитажа, чтобы увидеть аналогичную мебель, украшенную льняными складками. Однако история продолжается на третьем ковре, и к этому ковру мы вернемся позднее. Теперь нам нужен слайд номер два. Вы видите сейчас ковер целиком, вы видите, что третий ковер также колонками разделен на три части, и сейчас я попрошу показать раскадровку этого ковра, чтобы вы получше увидели детали изображения. Слайд номер два А. Слева вы видите, что Беатрис оказалась в Антверпинской церкви и берет статую Богоматери, в то время как Ризничий поражен временным пролечом. А выше вы видите ее, она прибежала к берегу, где находится лодка, и ее помощник, он помогает Беатрис разместить эту статую в лодку, они отправятся в Брюссель. Я попрошу показать слайд два Б. Это центральная часть третьего ковра. Вверху вы видите лодку, которая плывет по направлению к Брюсселю. Над этой лодкой парят ангелы, а в лодке статуи Богоматери слева Беатрис, а справа ее помощник. А в нижней части другая сцена. Дело в том, что перед вами магистраты города Антверпина. Они отправляют посла, они отправляют гонца с письмом герцогу Брабанскому. Они изложили в этом письме все то, что произошло, и, соответственно, выразили свой протест. А дальше слайд 2В. Вы видите правую часть данного ковра, третьего ковра. Вы видите, как в верхней части гонец добрался до Брюсселя, и герцог Брабанский с портретными чертами Максимилиана, будущего императора Максимилиана I, он берет письмо, но он поступит по-своему. А к нижней части данного ковра мы вернемся чуть-чуть позднее. Наконец, последние сцены мы видим на четвертом ковре. Слайд номер 3. Этот ковер также колонками разделен на три части. Сейчас мы увидим его целиком, и лишь чуть позже, когда мы будем говорить о заказчике, вы увидите также раскадровку, только этого уже, четвертого ковра. А пока слева вы видите Беатрис, который держит в руках статую Богоматери. Она прибыла в Брюссель, и вышел ее приветствовать сам герцог Брабанский. Он преклонил колени, он молитвенно сложил руки, но у него портретные черты не Максимилиана, как вы видели на предыдущем ковре, а его сына, Филиппа Красивого, герцога Бургундского. На голове корона, на плечах манти с горностаевым мехом и цепь со знаком Ордена Золотого Руна. И сановники, которые находятся рядом, и священники, которые толпятся на мосту, все приветствуют образ Богоматери с младенцем, который привезла в Брюссель Беатрис. История продолжается в центре. Вы видите торжественную процессию. На особых носилках, покрытых дорогой тканью, с тем же гранатовым узором, о котором мы с вами говорили, статую Богоматери несут двое. Позади увенчаны короны в одежде с гербом Арагона из Сицилии. Молодой Карл Испанский, будущий император Карл V. А впереди его брат, будущий император Фердинанд I. И, наконец, правая часть этого четвертого ковра. Вы видите статую, уже стоящую в храме на Тардамдею Саблон, и преклонила колени перед ней Маргарита Австрийская, дочь Максимлена I, родная сестра Филиппа Красивого и тетка знаменитого императора Карла V. А в глубине Беатрис до конца своих дней она будет ухаживать за статую Богоматери. И пока не сходит с экранов этот четвертый ковер, на правом бордюре в нижнем углу вы видите надпись. Она вшита в ковер, она сделана не одновременно с ковром, но в то же самое время, когда создавалась серия. Достопочтенный Франсуа де Тассис, благочестивой памяти почтмейстер, приказалась сделать в 1518 году. Кто такой Франсуа де Тассис? Эта серия, которая была, видимо, закончена в конце 1518 года, была заказана одним из самых известных людей своего времени. Франсуа де Тассис, Франс фон Тассис. Это гармонизированное имя Франческо дель Тассо, урода Тассис, итальянские корни. Сам Франческо дель Тассо родился в 1459 году в Камерата Корнелло, в Ломбарде, в провинции Бергамо. И он является самым ярким, пожалуй, представителем семьи Турн и Таксис. Этот род сыграл важнейшую роль в становлении и в развитии европейской почтовой службы. А сам Франс фон Тассис был основателем международного почтового сообщения. И вот в 1490 году Фридрих III, император Священной Римской империи, заключает договор не только с Франсом фон Тассисом, но и его братом, его племянником. Именно племянник будет наследником. Потом заключает договор о создании регулярного почтового сообщения, которое бы объединили города, где прибывает двор, и Инсбрук, Вену, с Нидерландами, с Брюсселем, где находится двор Филиппа Красиво. А еще нужна связь с Францией, с французским королевским двором, а еще и с римским папой. Поэтому Франс фон Тассис создал регулярное почтовое сообщение, которое объединило Австрию, Нидерланды, Францию и Италию. Это совершенно уникальный человек. И вот теперь я бы хотела, чтобы на экране был слайд 4. На этом слайде вы видите нижнюю часть правого ковра, третьего ковра. В этой части вы видите Франца фон Тассиса. Вот этот человек, одетый в роскошные одежды, с посохом, как трибут власти, он держит в руках договор. А перед ним как раз Фридрих III, император Священной Римской империи. Это с ним был заключен договор. А договор вы видите правее 1490 года. Затем история продолжается. Дело в том, что у Франца фон Тассиса уникальное совершенно, как бы мы сказали современным языком, лифтовое карьерное движение. На четвертом ковре я попрошу показать слайд 5А. Слева вы видите Франца фон Тассиса. Мы видели эту сцену, когда говорили о легенде Саблонской Мадонне. И мы говорили о событиях этой легенды. Сейчас мы сосредоточим внимание на заказчике. Вы видите заказчика, а перед ним Филипп Красивый. Почему? 1 марта 1501 года Филипп Красивый назначил Франца фон Тассиса капитаном и мастером нашей почты. Франц фон Тассис уезжает в Брюссель. Он приезжает с семьей. Его особняк находится на расстоянии вытянутой руки от церкви Нотр-Дам и Дю Саблон, где в часовне святой Урсолы будет усыпальница семьи Тассис. 1504 год. Умирает Изабелла Кастильская. Вроде какая связь с нашей историей, с Элитом Красивым. Он женат на ее дочери, на Хуане Безумной. И он становится королем-консортом Кастили и Леона. Ему, герцогу Бургонскому, нужна связь с испанскими своими владениями. И 18 февраля 1505 года Филипп Красивый заключает договор с Францом фон Тассисом о расширении возможностей службы Тассис. Затем нам нужен слайд 5В. Давайте лучше сначала 5В. Так будет логичнее. Вы видите Франца фон Тассиса, который находится перед Маргаритой Австрийской. Потому что в 1506 году Филипп Красивый умирает, и на местнице Нидерландов становится Маргарита Австрийская. Она заключает новый договор с Францом фон Тассисом. И, наконец, слайд 5В. Вот та самая центральная часть четвертого ковра. Вы видите вновь Франца фон Тассиса, и рядом с ним Карл Испанский. Мы говорили, увенчанный корон, и он позади, как раз носил, несет образ Богоматери. Так вот, 1516 год был, наверное, вершиной в карьере все же Франца фон Тассиса. 23 января 1516 уходит из жизни Фердинанд Арагонский. И Карл, его внук, становится наследником не только Кастили и Леона, он становится наследником Арагона и Сицилии. Он объявляет себя королем Кастили и Арагона. И 12 ноября 1516 был заключен новый договор с Францом фон Тассисом. Это была вершина карьеры Франца фон Тассиса. И считается, что именно в этом году и была заказана серия, где, конечно, под предлогом изложения легенды о Савлонской Мадонне, серия прославляет самого Франца фон Тассиса, успех его личной карьеры, его положение по отношению к членам императорской династии Габсбургов. И вот теперь мы вернемся к нашему ковру. Почему? Потому что на левом и на правом бордюрах мы можем заметить два герба. Слева это герб семьи Тассис. Вы видите барсука, правда, это животное не совсем напоминает или совсем не напоминает барсука, но тем не менее, поверьте на слово, это барсук. 31 мая 1512 года император Максимилиан I дарует семье Тассис наследуемый дворянский титул. И был создан герб «Серебряный барсук в лазуревом поле». Этот герб вы и видите. А сверху и снизу находятся две бандероли. На них на латыни изложена сентенция «Хабо квот дэди» – «Владею тем, что отдал». Однако справа другой герб. И этот герб принадлежит не супруге Франца фон Таксиса Теодоре Эльтвальди, а матери его – «Тоноле маньяску». Это дерево, вырванное с корнем, которое фланкирует два червленых геральдически расположенных льва. А сверху и снизу вновь бандероли. И на них латинские сентенции «Дум виксит бене, бене виксит» – «Пока он жил как хороший человек, он жил хорошо». Интересно, что если эта серия все же заказана была в конце 1516 года, Франц фон Таксис не увидел ее законченной. Мы говорили о том, что серия, вероятно, была закончена в 1518 году, а в 1517 – неизвестно точно когда – где-то в период между 30 ноября и 20 декабря Франц фон Таксис ушел из жизни. Вот почему на четвертом ковре сделана вставка, которая не могла быть сделана одновременно с ковром, но которую сделали чуть позже, говоря, конечно, о заказчике этой замечательной серии. Однако гербы здесь не только находятся на левом и на правом бордюрах. В верхней части, на верхнем бордюре вы видите герб Филиппа Красивого. Если бы мы с вами одновременно увидели все ковры, вы бы заметили, что на них разные гербы. На первом герб Тироля, где началась деятельность семьи Таксис, на самом деле, не только Франц фон Таксис, а многие члены его семьи уже в Италии, до него, его дед, они занимались как раз организацией почтового сообщения на территории Италии. Так вот, именно в Тироле началась деятельность семьи Таксис. А на втором ковре вы сами видите герб Филиппа Красивого, на третьем Карла Австрийского, на четвертом Маргарита Австрийская, то есть всех тех, с кем Франц фон Таксис заключал договор. Слева и справа от гербов находятся рога изобилия. Это тоже не просто красивый мотив. В данном случае он должен напоминать об особом положении семьи Габсбургов. Ведь Габсбург – это одна из самых богатейших семей, у них гигантские территории. И на этом ковре вы можете заметить, что на колоннах стоят амуры, и в их руках гербовые щиты. Слева мы сначала увидим герб слева. Это герб Арагона. Рядом с ним находится герб Кастилия. Следующий герб – это герб Леона. И правый – это Арагона Сицилийский. И опять же, если бы череда ковров была перед нашими глазами, вы бы заметили, что на втором и третьем коврах находятся гербы испанских владений семьи Габсбургов, а на первом и четвертом – австрийских. То есть, по сути, серия прославляет не только Франца фон Таксиса, но и его покровителей – семью Габсбургов. Кто же автор этой серии? Мы не знаем. Приписывает эту серию художнику Бернару Ван Орлию, который в 1518 году становится придворным художником Маргариты Австрийской. Еще ранее он был приглашен ею для того, чтобы создать портреты его племянника и племянниц. И он это сделал. Скорее всего, именно он создал художественное решение этой серии ковров. И это художественное решение довольно интересное. Во-первых, конечно, то, что колонки делят пространство ковров на три части, делает их похожими на триптих. И соединения чисто средневековых черт, такие как симультанность, декоративность, подробная дилетализация, очень характерная вообще для позднего средневековья, здесь сочетается с интересом к линейной перспективе, что очень хорошо видно даже и на нашем ковре, что говорит о знакомстве художника с достижениями итальянского возрождения. Где была создана серия? Опять же, документов нет. Единственное возможное логичное предположение – это город Брюссель. В 16 веке Брюссель – это главный центр шпалерного ткачества. Здесь создаются серии для сильных мира сего. Здесь созданы серии для римского папы. Здесь созданы серии для английского короля Генриха VIII, для Франциска I, французского короля и для многих других. И то, что в Брюсселе очень многие люди занимались качеством, или, лучше сказать, вовлечены были и в процесс качества, и в процесс продажи, говорит очень интересный факт. В 1545 году Козима I Медичи узнал, что 15 тысяч жителей города Брюсселя как раз вовлечены в этот процесс. Это колоссально много, потому что это одна треть населения города Брюсселя. И, конечно, покровителями были и покупателями, и заказчиками этих серий, и представители семьи Габсбургов. Где находилась эта серия? Тоже вопрос открытый. Никто никогда не сомневался до некоторого времени, что если речь идет о легенде, о Саблонской Мадонне, то, конечно, серия была выполнена для часовни Святой Урсулы в церкви Нотр-Дам-Дюс-Аблон. Однако размеры этой часовни 8,3 на 3,3, а серия-то больше 20 метров, не позволяет предположить, что серия была выполнена именно для интерьера часовни Святой Урсулы. Тогда где? Вероятно, в особняке Тассис, который находился рядом с церкви Нотр-Дам-Дюс-Аблон. Но самые важные праздники. Эту серию действительно выносили в Нотр-Дам-Дюс-Аблон, где в 1549 году ее видели спутники Филиппа II. Сын Карла V прибыл в Брюссель на праздник Омми-Ганг. Это один из самых важных праздников в городе Брюсселе. Этот праздник напрямую связан с сегодняшней нашей темой. То самое шествие 1348 года, увидели на четвертом ковре, как раз в центральной части, и положило начало этому празднику, когда образ Богоматери был внесен в Нотр-Дам-Дюс-Аблон. С 1366 года уж точно, потому что самое раннее упоминание об этом празднике датируется именно этим годом. Существует праздник Омми-Ганг в переводе «обходить», когда образ Богоматери с младенца выносили в церкви Нотр-Дам-Дюс-Аблон, несли на главную площадь и возвращали обратно. А затем, так как праздник был связан с гильдией стрелков, то, конечно, дальше следовали состязания в стрельбе из лука. И члены императорской династии Габсбургов не только были наблюдателями, но и участниками, да еще и победителями. Так, например, в 512-м победил сам Карл Австрийский, а уже в 17-м веке наместница Нидерландов Изабелла. Праздник существует и по сей день. Ну и последнее, конечно, то, о чем нужно обязательно поговорить, о довольно печальной судьбе этих ковров. На самом деле, многие серии, они дошли буквально единицами работ. Почему? Потому что, конечно, сама ткань, она изнашивается, ковры выцветали, и до сегодняшнего дня серии дошли не целиком. Но эта серия практически целиком сохранилась. О чем идет речь? Дело в том, что пусть эта серия находилась в особняке семьи Тассис, в 1874 году она уже появляется в Париже на аукционе при распродаже коллекции Эмиля Пейра. А затем в 1890-м она оказывается у Фредерика Шпицера. Это очень богат, очень состоятельный человек, очень известный коллекционер. И он разместил эту серию в своем арсенале. Но надо же, серия не вместилась в пространство его арсенала. Он первый и третий ковер разрезал на три части. И в этом году он ушел из жизни, в 1990-м. А в 1993-м его имущество как раз было продано на аукционе. И четвертый ковер, где мы видели это торжественное шествие, Брюссель приобрел сразу для Королевских музеев изящных искусств. А антиквар Эмиль Левенгард приобрел второй ковер. И сразу продал в музей при училище технического рисования барона Штиглица. Вот откуда у нас второй ковер в собрании государственной армитажа. Судьба первого ковра очень печальна. Дело в том, что он разрезан был в конце концов не на три, а на пять частей. И центральную часть вы видели на экране, она находится в Брюсселе. А боковые были разрезаны еще пополам. И углы, верхние углы находились в музее Кайзера Фридриха в Берлине. И они пропали во время Второй мировой войны. А нижние куски, левый слева, находятся в музее Баррелла в Глазго, в Шотландии. А правый находится на вилле Фрусси де Ротшильд. Это музей Иль де Франс. Что касается третьего ковра, Брюссель методично приобретал вот эти разрезанные куски, чтобы вновь их шить. Поэтому вы на экране видели третий ковер целиком. Такова судьба серии ковров, посвященных легенде Саблонской богоматери. Однако это не единственный ковер, о котором мы с вами сегодня поговорим. Дело в том, что если эта серия была выполнена для Франца Фонтасиса, то существуют косвенные доказательства того, что серия «Защитник дам» происходит из собрания Генриха VIII, английского короля, в коллекции которого было 2500 ковров. И наверняка значительная часть из них была брюссельской работой. В Эрмитаже два ковра из этой серии, и только один, который находится перед вашими глазами, расположен здесь, в темном коридоре Зимнего дворца. Что это за серия «Защитник дам»? Эта серия была выткана на основе одноименного литературного произведения. «Защитник дам» – это поэма, которая была написана Мартином Лефранком. Это довольно известный французский религиозный деятель. Он был про его Лозанны, он был секретарем папы Феликса V, и написал он её либо в 1441 году, либо в начале 1942 года в ответ на вторую часть знаменитого романа, романа о Розе. И так как роман о Розе и «Защитник дам» связаны напрямую, два слова о знаменитом произведении средневековой литературе. Речь идёт о романе о Розе. Этот роман, пожалуй, Эверестом, возвышается над многочисленной средневековой литературой того периода, и создан он был двумя поэтами. Роман о Розе был начат Гильом де Лорисом, поэтом лирическим, поэтом куртуазным, а вторую часть написал Жан де Мен Клопинель. И он не просто её написал, он подхватил стихи Гильома де Лориса, он завершил произведение, превратив его в зерцало любви. В средние века жанр зерцало – это жанр энциклопедической литературы, и в зерцалах пытались с особой полнотой рассказать о том или ином явлении. Пусть книгу эту именуют «Зеркалом влюблённых». Я цитирую роман о Розе. Роман о Розе – это зерцало любви, где осуществлена попытка описать это чувство во всех его проявлениях, от первого взгляда до полного физического обладания, от самых возвышенных движений человеческой души до самых низких проявлений человеческой плоти. Это уникальный роман. Он был настолько популярен, что ещё в средние века, извините, пожалуйста, его буквально разобрали на цитаты. Но во второй части много нелестных слов сказано в адрес прекрасной половины человечества. И поэтому у романа были и поклонники, и противники. И вот Мартин Лефранк создал «Защитник дам» в ряду произведений в защиту женщин. Эта поэма является самой обширной, самой обстоятельной, но до сих пор малоизученной. Итак, «Защитник дам». О чём же этот роман? Сейчас я попрошу на экран вывести последний слайд, слайд номер 6. Это тот самый второй ковёр, который мы не видим сейчас на экспозиции в Государственном Эрмитаже, но который находится у нас в хранении. Поэма начинается с осады замка Амура. В один из первых майских дней, на рассвете, когда наблюдатели уже засыпают от усталости, злой язык, а это один из главных персонажей поэмы, направляет свою армию атаковать замок Амура. Он пытается застать врасплох живущих там дам, а эти дамы – это аллегории добродетелей. Но шум будет, дам, и злой язык негодует. Он направляет пушки, он начинает обстреливать этот замок, а в замке даже нет оружия. Откуда в замке любви, в замке Амура, у которого советчица и дама мир, будет оружие? Однако алмазные стены не боятся никаких осад. Если мы с вами говорим об этом ковре, вы и сами наблюдаете, что дамы успешно справляются, они отражают атаку. В центре вы видите откровение. Откровенность, она держит в руках арбалет, и он заряжен цветами, и все добродетели, они защищаются именно цветочными ветвями. И рядышком находятся учтивость и веселье, в их руках тоже ветви, а справа на башнях находится щедрость и надежда, а слева постоянство и благосклонность, которые трубят в трубы. Действительно, армия злого языка терпит поражение. А сам злой язык, вы видите, чуть-чуть левее, внизу от центра, он облачен в доспех, он защищается щитом с изображением головы, медузы, горгоны, и рядом с ним яблоня. Почему? Латинское слово malium, ammonium, одновременно переводится и как зло, и как яблоко. Поэтому рядом со злым языком находится изображение яблони. А рядом его приспешники. Вы можете разглядеть такие персонажи, как лицемерие в одежде монаха, вы можете разглядеть и измену, и досаду. Это то, что вы видите как раз на слайде. А вот то, что мы с вами видим на экспозиции в Тёрном коридоре, это как раз второй ковёр. Итак, осада замка Амура – это первый ковёр в серии, а второй ковёр в серии прямо перед вашими глазами. Что же происходит дальше? А появляется Амур. Удивительно, идёт осада замка, а он успел всем дамам сделать комплименты, да ещё и пригласить их на танец. И вот перед вами Амур. Он сидит на троне. Вы видите, у него воротник из горностаева меха. Одежда заткана гранатовым узором. Но стоп. Очень важный момент. В тексте он совершенно другой. И Мартина Ли Франк настаивает, что он не одноглазый, что он не слепой. У него нет повязки на глазах. И одежда его заткана тремя очень важными мотивами. Это изображение Адама и Евы как олицетворение истинной супружеской любви. Изображение Лани с её детёнышами. Это олицетворение истинной материнской любви. Изображение Давида с Иоаннафаном. Это олицетворение истинной дружбы. Но вернёмся к нашему образу. Он окружён дамами. И если внимательно просмотреть изображение, вы видите, что есть имена, которые вытканы на их чаще всего одеяниях. Вы видите даму согласия. И рядом с ней сидит дама, мир. А закована в доспех – это благочестие. Она держит в руках щит и в её руках стяг с изображением зеркала и пальмовыми ветвями. Рядышком с благочестием находится нежная речь. Она также, как и все остальные, держит цветочную ветвь в руках как символ нравственной чистоты, духовной красоты. А справа – нежный взгляд, а дальше – благоволение. Это добродетели. Амур не любит никаких войн. И поэтому он отправляет Глашатова к злому языку. Вот слева от Амура вы видите Глашатова. Он одет в одежды, затканной анютиными глазками, и на груди та же эмблема – зеркало и пальмы в ветве. О чём идёт речь? Анютины глазки, благодаря форме лепестков, напоминающей сердце, всегда были связаны с символикой любви. Зеркало – атрибут истины. Пальмы в ветве. Достаточно вспомнить Древний Рим. Это атрибут победы. По сути, перед нами развернутая аллегория победы истинной любви. И если мы с вами вот так чуть-чуть углубились бы в текст, вы поняли бы, что здесь действительно истинная любовь противопоставляется Мартином Лефранком совершенно иному чувству и даже другому персонажу. В романе Амур противопоставляется Венере с Купидоном, как ни странно. И Амур – это олицетворение истинной любви. Вспомните изображение на его одеяниях. А Венера с Купидоном олицетворяют похоть. Но мы видим Глашатова не только в верхней части, где Амур даёт, а Глашатый принимает письмо, адресованное к злому языку, но и в нижней части. Вот он, преклонив колено, отдаёт это письмо, но злой язык, сложив руки на груди, отказывается от перемирия. А рядом со злым языком слева та самая измена, один из редких женских образов приспешников злого языка, лицемерие в одежде монаха. Рядом находится досада, и здесь же мы видим стоящие пушки на лафетах, ядра, а рядом с ними другие приспешники. И безумие, и опасения. Вот здесь вспоминается Романа Розия. Стоял он распалённый гневом, держа в руках с колючими шипами палку. Дело в том, что Мартин Лефранк многие из образов заимствовал, и поэтому они появляются в его произведении «Защитник дам». Невероятно интересен женский образ. Она куёт языки, потому что скоро будут дебаты, и злому языку очень будут нужны злые языки. Ещё один очень важный персонаж, невероятно интересен, это гадкий умысел. Однако почему-то на шпалере он назван гадким куражем. Дело в том, что кураж мы должны здесь перевести не как мужество, а как дерзость. Потому что гадкий умысел ведёт себя очень нагло, ведёт себя очень агрессивно в тексте. И он держит стяг с изображением пана. Помните, мы говорили об эмблеме амура «зеркало пальмой ветви». Здесь у противников амура совершенно другая эмблема. Пан противопоставляется с одной стороны истинная любовь, а с другой стороны похоть. Этот ковёр, как и вся серия, ещё нуждается в очень тщательном изучении. Но пока у вас есть возможность до деталей рассмотреть ковёр, я вам расскажу о том, что было дальше. Потому что, к сожалению, на русском языке мы с вами не сможем прочесть этот роман только на языке носителя. Кто же главный герой? А главный герой – Франк Воля. Вот такое аллегорическое имя у него «Воля» или «Свободная воля». Именно ему Амур и доверяет защиту женщин. Предстоит турнир «Единоборство на копьях». И что интересно, что Франка Волю одевает, облачает доспех «Дама-разум» в присутствии других добродетелей. Коня зовут «Пламенное желание», но Воля, которая облачена и которая наделена высшим качеством прежде всего разумного суждения, она сдерживает «Пламенное желание». Кто же противник? Приспешник злого языка. Это досада, жестокая досада. Злой язык никогда себя не подставляет. Никогда он не вступает в единоборство. Всегда вступают в единоборство его приспешники. Как вы понимаете, Франк Воля одержал победу над жестокой досадой, и злой язык понимает, он не будет больше состязаться в силе. Он будет состязаться в силе слов. Предстоят дебаты. Действительно, приспешники злого языка будут выдвигать обвинения в адрес женщин, а Франк Воля будет защищать женщин. Пять книг, пять приспешников. Торопливое решение – это все имена. Гадкий умысел, о котором мы с вами говорили, надуманность, костное мышление и лицемерие, которое мы видели с вами в одежде «Монако», будут обвинения, которые касаться пяти основных тем, то есть пять книг, пять приспешников, пять тем. Природа любви, природа женщин, требования истины любви, великие женщины прошлого и порогон всех женщин, Дева Мария. Как вы понимаете, Франк Воля одержал победу, и истина венчает его венком, и в колеснице, запряженной белыми конями, они отправятся в замок Амура. Таков текст Мартина Лефранко. К сожалению, у нас только два ковра из этой серии, но мы невероятно ими гордимся. Серия «Защитник дам» является единственным пока известным на сегодняшний момент примером транспонирования данного текста в декоративно-прикладном искусстве Западной Европы. Таковы два шедевра, две шпалеры из разных серий, но шпалеры, которые поступили к нам из музея-училища технического рисования барона Штиглица. Сегодня разговор был именно о них. Анна Борисовна, спасибо большое. Пожалуйста. Я думаю, ни у кого из наших зрителей даже не возникло сомнений в том, что это шедевры, потому что так еще подробно рассказать не только по представленным вещам в экспозиции, но и тем, которые мы показали из других музеев, нам пришло огромное количество вопросов, потому что декоративно-прикладное искусство всегда называет их очень много. И первый вопрос, на который хотелось бы ответить, какого размера вот эта шпалера, с которой мы познакомились сейчас? Ковер достаточно небольшой, он 4,27 на 4,07, то есть чуть больше 4 метров, 4 на 4 метра, по сути. То есть даже ковер, который находится рядом, чуть больше в своих размерах. Но серия именно такова, то есть в разном случае, когда создаются такие серии, очень часто они, как вы помните, в связи с серией из легенды Саблонской Богоматери, они предназначены для конкретного интерьера. И, конечно, интерьер диктует, прежде всего, размер ковров, но вот и размеры таковы. А вы, между прочим, сегодня смотрели верхние части этих ковров. Спасибо нашим операторам. Продолжим отвечать на вопросы. Попробуем. Некоторые, знаете, такие очень интересные. Сколько нитей на один сантиметр используется обычно в таких больших вещах? В данном 6-7 на сантиметр. Конечно, бывает и гораздо больше, но в ранних коврах их примерно такое количество. Как сильно могли поменяться цвета этих экспонатов? Конечно, ковры выцвели. Естественно. И со временем, естественно, они покрылись определенным, так сказать, слоем грязи. И время от времени ковры, естественно, нужно реставрировать. Это очень хороший вопрос, потому что сейчас перед хранителем как раз стоит задача, чтобы отреставрировать ковры, ибо многие из ковров, которые находятся даже здесь, затканы драгоценными металлами. Чтобы не только горели краски, вряд ли не будут гореть так, как это было первоначально, чтобы мы с вами видели блеск металла. Но это задача, конечно, уже реставраторов. И ближайшего мы очень сами не будем использовать. Напомним, в Эрмитаже есть лаборатория реставрации тканей, где как раз занимаются реставрацией шапалера. У нас был выпуск, посвященный этим чудесным нашим сотрудникам, поэтому... Деньки просто золотые, мы очень надеемся на чистую ковровую возвращение практически первоначального облика. Теперь возвращаясь к вопросу цвета, чем красили нити? Это все природные красители. Это, конечно, краситель является индига, это краситель является кашениль, это корень марены. В данном случае только природными, конечно, красителями. И как, собственно, говорили еще мой учитель, Нина Юрьевна Бирюкова, она в свое время была хранителем этой серии, что ковры, где красители природные, они сохраняются лучше, чем ковры, которые созданы гораздо позднее. Очень интересно. А из чего нити изготавливались? Это шерсть, это шелк. Основные нити для изготовления ковров это, конечно, нити шерстяны и шерковые. Еще один вопрос, в общем-то, продолжая. Для чего делались чаще всего шпалеры? Здесь мы слышали разные истории, мы спрашивают, а делались ли они, например, для тепла? Обязательно. Обязательно. Декоративно-прикладное искусство, оно на то, и декоративно-прикладное, что вещи не только красивые, они еще и утилитарные. Вы хорошо понимаете, что ковры, которые вытканы из шерсти, они будут удерживать тепло, которое находится в интерьере. Поэтому вот эти две функции здесь очень органично соединены. Очень интересно. А сколько времени требовалось для того, чтобы изготовить, например, одну такую шпалеру? Ну, давайте с вами представим. Вот совершенно конкретный вариант. Мы точно, совершенно не знаем, когда была закончена стере. Предположительно, конец 18-го года. Давайте посчитаем. Если 12 ноября 1516-го был заключен договор с Францем фон Таксисом, мы помним об этом договоре, как раз мы с вами говорили, если в конце года он сделал заказ, во-первых, должен сработать художник, он должен сделать эскиз. Во-вторых, должны быть созданы картоны, то есть это картины в размер будущего ковра, на который ткач уже ориентируется. Время идет на них, хотя бы полгода. Ну и, соответственно, если мы говорим о времени, год-полтора, ну точно нужно было для того, чтобы всю эту серию изготовить. Конечно, мы не можем сказать, что четко метр квадратный, потому что у всех, соответственно, разный темп исполнения. Я знаю, что современные ткачи на сегодняшний день, они в день могут выполнить один дециметр квадратный. Но лучше всего для хранителя, прежде всего, когда есть документы, когда есть заказ и когда есть акт приемки. Тогда мы четко совершенно понимаем, сколько времени уходит на изготовление ковров. Ну, примерно, как бы такой ответ считается, то есть метр квадратный мог выполнить, быть в период от трех до шести месяцев. Сколько человек обычно работали на изготовление одного ковра? Опять же, все индивидуально. Ковры открутся на боку. Это традиция. Поэтому, конечно, мы смотрим по метру буквально, вот сидят ткачи, и вот как по метру они укладываются вот в размер, соответственно, там, получается высоты, примерно столько, собственно, людей и готовил. То есть они готовят ковер, наматывают на вал, дальше следующая площадка, наматывают на вал. Если речь идет, конечно, хотя и о готлесных вертикальных, и о баслесных станках. В любом случае, уже готовый ковер наматывается на вал, который находится ближе к ткачу. То есть несколько ткачих работали над изготовлением вот в том числе этого ковра. Правильно мы понимаем, что это уже работа на станках? Конечно, это всегда работа на станках. В Брюсселе большей частью работали на баслесных станках, то есть на горизонтальных станках. Однако, естественно, в Европе работали и на готлесных высоких, и на баслесных станках. Ну, и завершая наш разговор, два вопроса. Как шпалеры выставляются, как они крепятся, и как они раньше крепились в тех местах, для чего они производились? Они всегда были исключительно повешены без всяких рам. Хотя система крепления, вот этот вопрос достаточно специфический, потому что есть ковры, которые, например, располагали в обшивку стен, в деревянную обшивку. Есть ковры, которые вешали на стены, потому что переезжая с одного места на другой, человек, по сути, перевозит с собой эту тканную живопись. И поэтому, естественно, никаких сложных систем размещения не должно быть. Сейчас, как вы видите, вот данный ковер, он натянут на раму. Эта система была характерна для 20 века. Но мы идем вперед, возникают новые идеи, возникают, естественно, обсуждения, как правильно вывешивать ковры в интерьер. И это, конечно, прежде всего вопрос к хранителям. Это их работа, и это их ответственность за то, как выглядит ковер, как он расположен на экспозиции. Они вот всей душой переживают, чтобы ковры выглядели хорошо, и чтобы коврам в интерьере Государственного Эрмитажа было тоже хорошо, чтобы надольше они сохранились. Анна Борисовна, спасибо большое. Всех наших зрителей мы ждем в темном коридоре, чтобы вы познакомились со всем этим многообразием шпалер, представленных только здесь. А у нас они представлены в разных местах музея и рассмотрели их просто в мельчайших деталях. Мы постарались вам показать максимально подробно. Спасибо большое, Анна Борисовна, за, как всегда, подробный, интересный рассказ о декоративно-прикладном искусстве. А нашим зрителям я бы хотела сказать, что со следующей недели Эрмитаж онлайн переходит в новый режим работы. Поэтому следите за нашими обновлениями в социальных сетях. Мы готовим для вас много нового и интересного. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok